Минуточку внимания, еще раз. Кто-хто? Работник года. Я бы попросила шепотом и на вы. А если на ты, то с уважением. Понятно? Я могу сейчас поговорить. Бонус сюрприз тебе. Ладно, мне? А что ты улыбаешься? Ты уже попустила? Я еще людям не рассказывала. А мог бы быть шкандал. Блогер-миллионник и мама-миллионер. Все, я все решила. Любчик уже пиздун получил. Я тоже. Саня, ты же миллионер. Что-то ты не комильфон. Саша, а все миллионы не так зараблять? Начинаю, начинаю. С этими пеноблоками никогда начать. Когда же ты будешь зарабатывать, если ты все время работаешь? Я тоже думаю. Саня, ты ходячий контент у меня. Так, ну я пойду это. Оценю, да, что там за передачка. Ну если тебе оставили. У нас уже этот, балькон не вырисовывается, гля. А это я буду по утрам кофе пить там. И в окно смотреть. Мы никто не курим. Мы еще крему будет тягать. Спиннинг закипят. Так, ладно, пошла я. А то я сейчас нарвусь. О, какая красота. Через настал величине. Остатки роскоши. А сыночка для родины. Ой, вы видали? Чистый уровень. Тут тоже что-то недоидки. Для родины, боже. Сыно. А ловью сына. А это мама, с утра мама. Варентиново, да. Стеклохлебчик, да. Меня доси не попустило. Я еще это. Я еще вошкаюсь так. Торце. У нас же ремонт, помните? Здравствуйте, к вам можно? Нет. А вы учитесь или отдыхаете? Доця, давай, собираем анатки, поехали. Хватай вот эту скучную, не интересную жизнь. Доця, по обои надо. Если мы сегодня не выберем обои. Ты видела, где я вчера была? Кофту пыталась поменять. Доця, давай, так есть ты хочешь, как собака. Я на целый день на работе работала. Давай, сейчас собираемся, красим очи, мажем губы и едем выбирать сами лучшие обои. В будущую гардеробную. А Джессичка, я правильно говорю? Джессончик. Моя красивая, любимая собачечка. Моя такая тарахтелочка, моя любимая, собака такую, собака, такая любимая. Тоця, давай, пошли. Ты кушала пиццу? Ну, хорошо. Товарищ, я целый день работала, целый день. У меня такое чувство, что сегодня четверг. Не знаю, что. Тебе все доброе? Чи мне надо поговорить с кем-то? Надо? Все. Пошли, я перекушу и поедем. Значит, ми обид. Рассольничек. Пицца от сыночки и Дашеньки. Кофе и компаньон. Филя. Филюшечка. Ну, красивый котик наш такой. Тебе ничего не пахнет, не? Пицца не пахнет? Эму, пофигу. Вот кто неравнодушен, так это Джессичка, да, Джессичка? Ах, как хочется рассольничка, правда? Ой, как хочется рассольничка. Так, а ну-ка быстро. Я такое не разрешаю ждать ужина. Все. Мини смачного. Сашенька, не торопись. Сина, скажи, пожалуйста, это Дашеньке передашь. Скажи, пожалуйста, одно действие, одно значимое действие, которое я должна применить, и у меня попрет. Вот и миллионные подписчики, и фолловеры. Вот взгляд со стороны, что я не доделаю, где я не дожимаю? Не выключай телефон вообще. Да? Вот это все поднагодное. Ты одевся, Любчик? А ну-ка бегом, одевайся. Ой, ладно, то я горячусь, да? Котик, мой любимый, одевайся. Сына, скажи, не выключать. Смотри, потому что на ручку не нарываешься. Сына, скажи, не выключать телефон. Саша, вот это что, надо всю поднагодную снимать. Вот это люблять такое. Кадры пропадают, когда не включены. Да, вот это я знаю, это факт просто. И словечки, вот это все, это просто все поза выключенным телефоном. Выходи камеру. На лоб себе, да, вот это? Нет, на одежду из камеры. Как у полицейских. А что у меня нет камеры этого фонаря? О, бачишь, блог. На темную снимает. Дочь, а у тебя какой совет маме? Только так быстро, все же у головы ее первое. Ну, Аня, она не видна тебя тогда. Вот резко, быстро. Самое первое действие. Что мне надо сделать? Давай, ты андзиос. Лови. Саша, если будут еще какие-то идеи, ты мне пиши. Я буду все применять. Ну-ну, шо мне не заработать? Выключим камеру. Ребята, напишите мне одно действие, которое я не дожимаю. Понимаете? Вот, наверняка, что во мне есть что-то такое, что вам беднее. Что надо сделать, чтобы стать у тем блогером-миллионником? Что, ничего не придумала? Сейчас все жигули отъедут. Ничего не придумала, не? Давай, я под... Сейчас, Саша, я подчусь. Доча, ну шо? Что ты мне посоветуешь? Отстань от меня. Доча, ну шо мне сделать? Отстань от меня. Я сразу стану блогером. Что ты прикопалась до меня? А у кого мне спрашивать советы? Если не у близких, ну? Что, выключить камеру? Сына каже включить камеру, дочь каже выключить камеру. Сейчас спрошу, Любчик прийдет, шо он мне еще посоветует? Любчико, дельный совет надо твой дать. Включи, да, лучше. А, да? Значит, посоветуй мне какое-то одно действие, только быстро. Так то, что первое идет на ум. Чтобы стать у тем блогером-миллионником. Вот одно действие, которое я не доделываю, не делаю. Одно действие? Да, шо мне надо сделать, чтобы стать у тем блогером-миллионником? Ты хочешь знать мое мнение? Да, вот прям первое, что тебе в голову идет. Вытянь нахрен телефон. И что я стану блогером-миллионником? Станешь нормальным. Дутся, вы не родственники, нет? Любчик, ну я же без приколов спрашиваю, по-честному. У кого мне еще спрашивают? Сейчас буду у прохожих спрашивать в эпицентре. Не свети мне глаза. Ну, мне надо с них... Глаза не свети. Фу, как грубо. Мам, верните телефон. Фу, как грубо. Ой-ой-ой. Ну хорошо, не буду светить. Скажи мне, что мне сделать? Я уже сказал. Удалиться из соцсетей? Да. Любчик, так я так не стану миллионником. Ты противоречишь себе. Не ма у нас пш-пш. Я сегодня тоже пш-пш, а там не пш-пш. Так надо куплять. Я б тебе сейчас сказала, так ты просишь не светить камерой. Ты же сказала, что не легко, а машины тратят. Любчик. Все, давай. Включишься в эпицентре. Не, подожди. Я не знаю, я прорезался голосок. Любчик, ну скажи мне по существу. Ну ты же бизнесмен. Что мне надо сделать, чтобы стать блогером, подписником, миллионником? Чтобы у меня был миллион подписчиков плюс. Не хочу тебя расстраивать. Ну давай уже, я буду горькую правду слухать от всех. Ну, пока ты дойдешь до миллиона подписчиков, То что? То уже не будет того заработка. Я уже собі хаду в Корейку. На який ты надеешься. Я не на заработки. Не, на заработки так я тоже надеюсь. Чем больше вас, тем меньше заработок. Чем больше кого? Блогеров. Да, ютуб же там все считают. Ты а щас в инстаграм, да? Да, какая разница? В инстаграм вообще не платит ничего. Так наоборот, это конкурентная среда. Мне есть чем поконкурировать. В инстаграм вообще ничего не платит. Я знаю. Так, подожди. Я щас не веду речь о платит или не платит. Я веду речь о блогере-миллионнике. Мне надо миллион. Для чего? Вот это уже следующий вопрос. Для чего мне это? Чтобы быть популярней. Я прорезался голос. Когда спрашивала, я мовчала. Вот это хороший вопрос. Для чего мне вас аж целый миллион? Вот для чего? Ну, хочу, хочу дружить с такой большой, огромной аудиторией. Да. Хочу потом, как это сказать. Ну, я же тоже расту с этой аудиторией. Сто процентов расту. Когда была... Ширше, чем добься. Когда у вас было десять глазиков, я была одна Валя. Сейчас восток это, я другая Валя. А потом я буду третья Валя. Это у него настроение, что ли? Десяток. Дотя, я прошу поддержку. Любчик, я что много прошу? Ты подписан на меня в инстаграме? Я проверю. Короче, надо ответить на вопрос для чего. Вот это правильно. Для чего мне миллион подписчиков? Просто хочу не катить. Ну, знаете, для меня это как бы... Дружить с такой огромной массой людей, пусть и через онлайн, и в интернете, это о многом говорит. Вот так. У меня есть, что людям рассказать. Не надо, что показать. Да люди успокоились выцепить истории. Ну, так хай отпишутся, кто задал. Ты так и долгие робишь уже. Да, успокойся. Если кому не нравится, не смотрите, я ж не это. А всем, кому нравится, велкам. Тебе не нравится, как даются разновольствия. Ты смотришь, ты же говоришь. Абьюзеры. Сама себя это. Я все поняла. Я живу с абьюзерами. Мам, я тебе все сказала. Выключи камеру и включишься в эпицентре. Видите, как мне трудно жить одной блогерке в семье. Не до блогеров. Не до блогеркой. Одной блогеркой. Не до блогеркой. Я тебе сейчас сказала. В такой семье. Мама, выключи свои фанаты. Где мой сыночка? Вот сыночка меня поддерживает. В общем, я все услышала. Все. Буду еще ждать ваших рекомендаций, что мне делать. И поверьте, на зло буду делать. Вот на зло. На зло. Я заметил, что ты все на зло делаешь. Все на зло буду делать. Себе. Так, все. Зла баба Валя. Так и подпиши. Баба Валя зла. Любчик, не надо эти свои эти менеджерские. Или зло бабы Вали. Пиарщик мой злой. Зло бабы Вали. Вот так и рождаются никнеймы. Зло бабы Вали. Нормально вот это? Этому человеку я отдала лучшие годы своей жизни. 20 плюс лет. Все, я тушусь. У меня нет слов. Одни эмоции. Значит, мы уже на отделе обоев. Куда? Куда? Я ничего не поняла. Не знаю. Два, три. У нас же комната маленькая. Любчик наивно поверил, что я выберу сами бюджетные. Ха-ха-ха. Три раза. Выбираем те, которые красивые. Кринж. Иди, пожалуйста, с кадра. Нет, я хочу леоперт. Леопардовые хочу. Не, ну это все не то вообще. Надо однотонку, Аня. Надо что-то такое под, типа, такой аккуратной какой-то штукатурочки, я не знаю. Это не в гардеробную. Дашенька бы сказала, вот эти, да? Черные. Рихленые какие уже. Ну, структура, помнили, такая она у них. Так, ладно, мы сейчас осмотримся и включимся, когда найдем. Скажи, что ты прикалываешься. Пальмы хотят. Джунгли. В гардеробной. Я вас умоляю, пожалуйста, серьезнее отнеситесь. Давайте еще с камушками вот эту. Кирпичики. Да. Иду, иду, Ань. Да, иду. Вот это? Ты тоже прикалываешься. У нас такие обои были, знаешь, когда? Тут еще длинные. Ну да, мы тут еще в саде не были сейчас. Как будто потеки, да? Да, да. В общем, вроде как определились. Вот такие. Они как тканевые. На камере они чуть-чуть другие. Ну, вы поняли. Эффект ткани. Здесь и серая полоска, и с голубинкой какой-то. В принципе, структура красивая. Конечно. Два нам хватит, да? Точно они будут? Да. Для гардеробной, да, самое то будет. Красивые. Мы немножко разъединились. Вова с Аней пошли заказывать пиццу. А я была на посуде. И как думаете? Ну, конечно же, глядите. Красота неописуемая. Хотела давно вот такую тарелочку с высокими плоскими бортиками в акции. Нижняя тарелка 139. Верхняя красивая 100... 105, по-моему, тоже в акции. Вот. Что-то я устала от белой посуды. Хочется какую-то... Красивую. Один наши ребятки. Что-то они не тут сели. Сейчас их найду. Да, вот они. Для Нового Года. Первое блюдо. Красиво. Сразу два. Сразу два. Это, значит, для блинчиков и для голубцов. Буду вылаживать, Любчик. Выкладывать буду. Покупные, домашние, неважно. А это я буду присматриваться. Если я сильно... Она мне понравится, я куплю еще. 100 гривен тарелка, Любчик, в акции. Спасибо. Вы поближе к Новому... Понятно все. Мы поближе к Новому Году. Я... Любчик. Что ты на подделку размениваешься? Почитайся с вами. Вот это, кстати, хорошее, что выдавлено. Любчик, ты занимаешься растащительством? Дед Мороз против. Дед Мороз против. Значит, обои. Красивые обои. Я думаю, в гардеробную самое то будет. Не знаю, что-то они мне приглянулись. А они в натуральности чуть-чуть светлее. Значит, Новый год. И мы втроем. А что так много людей? Ты заметила? Аня, что так много людей? Хочешь попробовать? Что это такое? Фреш? Облачный фреш. А вкусненько так. А вкусненько даже. Ой, ну тарелочки, да, еще. На вот верхнюю ящика присматриваюсь. Что-то она мне... Ну, дужен равен, дужен. Нижняя ничего, но тоже. Ну, так вот. За, распочалось. Давайте поднимем этот бокал. Вот он очень легкий. Любчик, и твой не до фреш. Надо визуализировать. Ты что, спав? Что тут показано было? Насыпай, да. Любчик, пожалуйста, визуализируй. На моих фолловеров. Любчик, визуализируй на моих фолловеров. Вот я тебе так треба, да? Целью втянула в авантюру. Представляете? И ничего не могу с этим сделать. Вот. Ты говорил и в горе и в радости. Пожалуйста, в горе. Побудься в горе. Пожалуйста. Здрасте. Когда говорил слово «да». И в горе, и в радости. У меня сейчас такой период. Ну, что я могу с собой сделать? Я у себя как резко выскочила, так резко и кану, и пропаду. Фу! И безвкусный. Ну, мало добавил. И с собой усовых рецепторов. Я на все это не хочу. Просто пена. Слава смешает. Дай мне свой френд. У тебя уже вкусно. Мама, смешает. Видите, я как командирша. Думаешь? Ну, короче, я сбилась. Что я, вот это, как начала, так могу резко и закончить. Да. Вот это вырвалось из большого бизнеса, да, Любчик? В какой суть сети? Ничего, Любчик очень черплячий и очень сильный. Он меня вытерпит, если что. А я нет. А у Додоце переходный возраст. Слушай, это не может просто, просто не может это пережить. Даже окружающим все равно. Мы там колоночку нашли. Да. За 12 тысяч рублей. Даже окружающим все равно. А близким... Акции. Воно не слабкое. Ты же, акции. Сама ты тупенька, я поколотила. Воно не слабкое. А что я колотила? Добавь сахар. Так, всем смешного, кто вечеря. У нас сегодня такая вечеря, да, Любчик? Иди, не жалуйся. Скажи, что ты не жалуйся. А что ты делаешь? Одни... Одни из этих просто. Ну, так и есть. Ну, добрые. В прошлый раз было добрые. В прошлый раз вкусные пили. В прошлый раз был банан. Недобрые пью. Так, все. Всем смешного. Значит, обратите ваше внимание. 9700. Оленятко. Не то, чтобы я была так критична и скептична. Ну, Хайвин тут постоит, наверное, да, в эпицентре. За 9 тысяч. Ну, разве что он инхрустирован этим бриллиантами, то да. Дерево и то, наверное, выигрыш не смотрится. Вот олени, смотрите, тоже красивые. 3,300. Но не за 9. Хай я буду старорежимна и не модна, но нет. Помню, что тут дед шишки красил и продавал. Какой дед? Ну, тот, у Петровича был. А, да-да-да, помню. Шишки собирал, красил и продавал. Я не говорю. А что, она не хочет красить? Не хочет. Так это же не настоящая шишка, а? Вот именно. А ты будешь красить настоящие шишки? Я потом буду скрываться от людей. Что? Брак будешь делать? Боже, какая прелесть, Аня. Посмотри на это чудо. Ты посмотри на это чудо. Ну, это красиво как, смотрите. Какая нежность. О, это прям я и Любчик? Любчик, это прям ты и я. 550 гривен. Какая красотень. Даже вот эти оленятки, это красивее. Зайка. Ох. В общем, опять побродим в этой красоте. Любчик, иди сюда. Аня, бизнес идея. Берешь у папы кусок проволоки. Я ее не знаю. Кого? Тебя. Вова, кусок проволоки. Сколько стоит? Сколько стоит кусок проволоки? И 100 гривен фонарики в Авроре. Аня, ты просто, ты просто не догоняешь. Так, а я о чем говорю? Короче, 100 гривен фонарики, какие-то проволоки там. Ну, пусть работа, хай гривен. 100 гривен. 700 гривен чистого заработка. Прикинь. Чего мы вот это вообще херня какой-то занимаемся? Любчик. Каким железом. Все, надо переквалифицироваться. За этим, да? За этой проволокой. Ну да, ты прав, кстати. В общем, пока наши голубки мило беседуют, Валентина создала экибану. Три гусиных перышка и белая рябина. Любчик, тебе нравится? Нет. В смысле нет? Вы же сказали красиво, только что. Что-что? Три гуси побольше. На гриб стоит. Я хочу вазочку, вот так, чтобы аккуратно стояло в вазочке. Нет, это не вазочка, это выбрасывай. Нет, я ничего не выбрасываю, мне все есть. Все, Яна впечатлялась. Папа не хочет со мной ехать. Папа, смотри. Папа, поехали со мной. Куда? Со мной. Куда? Тебе ли не все равно куда? Конечно, мне не все равно. Давай отвечай. Гни. И так раздеть. Хочешь я угадаю, куда? Нет, нет, нет. В кинотеатр? Нет. Ты так предсказуема? Нет. А куда? Вот туда, на стеллаже. А что там на стеллаже? Я покажу. Поехали мама с тобой съездить. А что ты отказываешь в доте? Чипсы? Нет. А, она на хайгни хочет? Нет. Ага, хайгни. А какие хайгни? Ты мне вот туда показала, там агнии. Мать, ты же умдурела, какие хайгни. Мать. Ну, которые новогодние. Ну, зачем мне они? Ну, думала, ты комнату хочешь украсить. Ты же вообще... А на какой ты стеллаж хочешь поехать? Матюшка, петарда. Ты на какой стеллаж собралась, детка? На стеллаж этих солёных палочек. Нет. Всё. Кто вас спрашивает? Всё. Ой, Бузя. Так, всё, поехали. Боже, какая прелесть. Мы вышли, а здесь зима. 3D эффект. Любчик. 3D эффект. Ой, класс. Ну, передавали же, что будет снег. В общем, мы с обоями, с перьями, с краской для потолка. С перьями. О, Тесла белая. С перьями едем клеить обои. С перьями на шляпах. Тысячи чертей. Любчик. Я всё-таки буду блогером-миллионником. Да? Тысячи чертей дольца. Я всё-таки буду ним. Уже. Чтоб понять, как это нафиг не нужно было. Ладно, я шучу. Веселю себя, вас, вот это. Понимаете? Потому что в нынешней жизни можно просто зейты с розуму. Понимаете? А так что-то себе придумаешь. А ну и гляди день легче про это. Боже, как красиво. Посмотрите вверх. Вам красиво. Ой, как красиво. Класс. Так глядишь и жить легче будет. Я правильно говорю, Любчик? Вот тут у меня тарелки аккуратно и перья. Разложу. Вот так напридумаю себе что-нибудь и жить легче. Всё, в эту дому. Всем хорошего вечера, снежного настроения. Завтра всем лепить снежную бабу. Вот так. Всех обнимаю, целую. Хорошего вечера и прекрасного настроения. Всё. И выходите на улицу уже, дышите свежим воздухом. А не вот это всё. Ага. Всё. Чао.